Здравствуйте, уважаемые телезрители. Представлю вам нашего гостя Александра Яковлевича Федоров, член Национального союза журналистов Украины при секторе Ассоциации судовладельцев Украины. Ну, знаем его также в последние годы по активному сотрудничеству с судоходной компанией Украферии. Ну и, понятное дело, информационный повод был у нас для этой встречи. Ну, прежде всего, конечно, по огромному количеству событий, которые за плечами и которые впереди, так сказать, на горизонте нашем морском. Ну и 6-го числа, 6-го июня журналисты Украины отмечают свой профессиональный праздник. И, конечно, одного из наших мэтров журналистики Одесской не могли не пригласить нас в студию. Оксана Яковлевич, спасибо, что нашли время к нам прийти. Да, спасибо. Поговорим мы сегодня о таких интересных событиях из практики пиарщиков. Вообще, пиар появился где-то во время перестройки. Раньше как-то этим больше на Западе пользовались. У нас как-то все было немножко по другим законам и конторам. Вот в 80-е и 90-е годы появился вот этот новый инструмент. И вот интересно, что Александр Яковлевич в это время работал в областной партийной газете. В знамени коммунизма. Вот, в знамени коммунизма. Вот. И, в общем-то, оттуда и стартовал первый опыт пиарщика. То есть осваивали какие-то новые, так сказать, законы журналистских расследований и подачи материалов. Ну, это было связано, как вы сказали, в общем-то, с началом перестройки, когда газеты уже приходили в упадок, возникали экономические проблемы. И газеты начинали активно, в том числе и журналисты, активно выживать за счет рекламы. Вот. И, в общем-то, сбором этой рекламы, в частности, я занимался в какой-то степени. И вот как-то у меня произошла довольно интересная встреча с директором оружейного магазина, который вот в начале 90-х годов, в конце 80-х годов был на Тираспольской. Я с ним познакомился и предложил дать ему рекламу в газете «Знамя коммунизма». Он сказал, что ко мне приходит каждый день по 10 журналистов. Нам не реклама нужна, а какая-то информация о нашем магазине, о том, почему необходимо продавать оружие. В общем-то, с одной стороны, давать прямую рекламу об этом, в общем-то, как-то некорректно, и никакая газета на это не пойдет. Вот. И тогда я уже начал думать о том, как подать эту рекламу, учитывая тот факт, известный среди журналистов, что информация есть везде, где есть журналист. И я спрашиваю этого директора, а сколько количество оружия, которое у вас уже закупили. Он сказал, там, предположим, там 4 тысячи, там 990. Вот. И я, в общем-то, на следующий день дал такую информацию, что вот пятитысячный пистолет купили в этом магазине, и связал это с той опасностью по распространению оружия. То есть я связался с одним из специалистов Управления внутренних дел, который сказал, что наоборот, это очень хорошо, когда люди покупают оружие, которое уже засвидетельствовано там со специальными характеристиками, и это способствует, в общем-то, борьбе с преступностью, и вообще это безопасно. То есть это сыграло свою роль, но подтолкнуло меня к пиарской деятельности тот факт, что главный редактор, когда к нему на стол поступила разметка с обозначением гонораров, он перечеркнул там какую-то цифру, кажется, там 5 рублей, 5 карбоновцев, я уже не помню, и написал 50 за то, что очень актуальный получился материал. Это, в общем-то, стало поводом для того, чтобы я задумался и начал работать в этом направлении. Тут важно действительно не путать пиар с рекламой. Реклама – это навязчивая, так сказать, не информация, это просто навязчивые призывы, главное слоган, чтобы был «Приди, купи вот это классное». А пиар-деятельность – это разъяснение, это пояснение, а почему именно вот это, и как оно производится, как оно работает, как оно существует и для чего оно нужно? Да, как раз вот некоторые крупные компании начали уже заниматься пиар-деятельностью в связи с тем, что им надо было устанавливать отношения с общественностью. Вот, и возникла необходимость привлечения более-менее опытных журналистов для того, чтобы они начинали вести эту работу. То есть, в частности, вот после знамени коммунизма я пошел, меня уже пригласили работать в авиакомпанию «Таврия», «Флай-сервис», которые тоже делали вот эти рейсы, авиарейсы «Одесса-Дубай». И я тогда активно начал работать на этом направлении. Было тоже очень несколько таких интересных эпизодов. С одной стороны, тогда эти первые поездки в Эмираты, город 21 века, начало 90-х годов, там, собственно, и ничего придумывать не надо было, достаточно посмотреть на этот город, посмотреть на это строительство, чтобы сделать какие-то репортажные материалы. Но возникали такие эпизоды, которые, в общем-то, по-новому уже освещали деятельность пиарщиков, и в частности, меня, как пресс-секретаря авиакомпании. Вообще, извините, удостоверение журналиста, оно порой помогает быстрее, чем какие-то, так сказать, может быть, официальные пути вступления, так сказать, в диалог, в контакты. Был случай просто из жизни реальной, моя приятельница знакомая, тоже она член нашего Одесской организации Национального союза журналистов Украины, а у нас же вот еще на старом удостоверении, помните, там на обороте на трех языках написано, просим оказывать содействие, значит, представителю прессы, там, на русском, по-моему, украинском, английском. И она благодаря вот этой вот надписи, она попала в Белый дом, вот, без, не с экскурсией, а просто, ну, прийти посмотреть. Вот она показала свое удостоверение, охрана сказала, ладно, проходи, там, у тебя там есть 20 минут, походи, поглядь, посмотри. Вот, то есть, вот, совершенно, она сама опешила, она не ожидала, что так произойдет. Что-то из подобного у меня получилось, причем очень даже необычно. Вместе со специалистами компании Таври и Флай-сервисом мы организовывали выставку Одессы в Эмиратах, для того, чтобы рекламировать рейс Дубая-Одесса. И в один из дней работы этой международной выставки стран Индийского океана ко мне подошел, ну, не ко мне, а на стенд подошел журналист, который работал в главной правительственной газете Дубая, представился, мы с ним познакомились, вот, даже выпили там несколько капель чего-то, там, нашей украинской горилки, и пошли гулять по этой выставке, смотреть. Выставка действительно была очень интересная. А потом он говорит, что я уже, говорит, тороплюсь, я сегодня дежурный по номеру газеты, а завтра у шейха Мактума день рождения. Ему исполняется 80 лет, это король Объединенных Арабских Эмиратов. И уже прощаюсь, я как бы в шутку сказал ему, ну, поздравь шейха Мактума с днем рождения от имени Украины. Вот, и уже рано утром мне звонит лично посол и спрашивает, вы, говорит, смотрели утренние газеты? Я говорю, нет. Он говорит, вот посмотрите эту правительственную газету, вот. Я смотрю, там на первой полосе большими буквами, на всю полосу такой заголовок. Украина поздравляет шейха Мактума с днем рождения. А надо учесть, и это имело довольно очень большой резонанс, потому что Украина только делала первые шаги на международной арене. Вот. И уже буквально там на следующий день ко мне позвонил секретарь посольства и говорит, у вас так хорошо вот эти контакты получились, о которых вы тут во всем начали разговор. Не могли бы вы мне организовать встречу с министром информации Эмирата Дубая, это тоже шейх. И я говорю, я не знаю, но я попробую, и через своих новых друзей в этой газете, плюс еще там мы работали плотно с журналом Аэромост, вот. Я попросил, чтобы не организовали встречу, потому что с дипломатом до этого надо полтора-два месяца по всем официальным каналам. Да, у них есть специальный регламент, все очень четко бы зарекоментировано. И уже буквально через два дня мы вместе с секретарем посольства пошли на эту встречу. Еще было несколько украинских журналистов пошли на эту встречу с шейхом. Вот я вот хотел вот сказать о том, насколько Украина была неизвестна вообще за рубежом, особенно в Эмиратах. Во время встречи мы подарили этому шейху альбом Украина. Вот. Да, но перед этим, когда мы зашли, он, желая показать свою осведомленность об Украине, он сказал, я сегодня смотрел телевизор, что-то ваш президент Шеварнадзе плохо выглядит. Вот. Ну, мы промолчали, естественно, но потом, когда ему подарили этот альбом, уже после разговора, вот, и знакомство секретаря посольства с шейхом, там у них свои были еще переговоры, связанные с перспективами демонстрации и популяризации Украины на дубайском телевидении. Вот. И он, подарили этот альбом, и он посмотрел этот фотоальбом, начал его листать, так очень заинтересовался, отвлекся от нашей беседы, и в конце говорит, боже мой, говорит, какая Украина богатая страна, у вас так много воды. Вот. Ну, в общем, такие были очень интересные встречи. Вот. И... То есть своеобразная народная дипломатия, в общем-то, была находилась. Ну, и поскольку мы, прежде всего, представляли Одессу, тогда мы начали рассказывать о нашем городе и сказали, что у нашего города больше 30 городов-побратимов, и он говорит, этот министр информации, говорит, ну, может быть, стоит поработать над тем, чтобы организовать побратимские отношения между Одессой и Дубаем. И уже на следующий день я уже встречался с мэром Дубая и говорил с ним на эту тему. Вот. И вопрос, в общем-то, шок. К тому, чтобы развивать эти отношения, я привел соответствующие письма с мэрией Дубая. Но в связи с теми разборками, которые были в Одессе между мэрами, между кандидатами в мэрами, как-то этот вопрос был приостановлен. Но, тем не менее, журналисты, я вот вижу, могут быть и народными дипломатами, и таких примеров довольно много. И когда, особенно, я вот последние 20 лет работаю в компании Укорферия, вот таких примеров действительно... Ну и в качестве достаточно такого яркого примера вот такой работы, это вот те пресс-туры, которые вы устраиваете. Мне повезло, я в свое время принимал участие на Грейспорде, потрясающий совершенно паром, современный, здоровенный немцы строили его. Мы пришли в Поти, потом в Батуме встреча с президентом Аджарии. И действительно, вот насколько проще общаться, предположим, с журналистом, с какими-то официальными лицами, у которых есть свои интересы, предположим, у грузин, так сказать, к украинскому рынку, у Украины, может быть, есть какие-то возможности выйти на этот рынок. Вот благодаря вот этим контактам мы просто достаточно... А у нас было там больше 20 человек, у нас там здоровенная была делегация, она уже давно была очень... Вот. Мы получили большое количество информации, которую потом, приехав в Одессу, распространили в газетах, на телевидении, на радио и так далее. И те предприниматели, которые здесь живут, которые не получают информацию с первых уст, они ее получили из первых уст вот эту информацию. То же самое мы эту информацию распространяем и за пределы Одессы. То есть вот это вот... Я не случайно упомянул, так сказать, этот термин народная дипломатия. Вот это работает, так сказать, и на уровне просто человеческого фактора, общения человеческого. Потому что я помню, какой-то прекрасный был президент Аджария, такой очень веселый, такой очень добродушный человек. Запомнил на всю жизнь вот эту поездку, очень здоровый был. Ну, у нас вот... Сейчас, что для тебя уже, так сказать, забегая вперед, скажу, что компания «Окроферия» активно работала даже в дни вот этого карантина, который еще продолжается. То есть расписание не менялось. Особенно большую роль сыграла компания «Окроферия» в данном случае с возвратом украинских граждан. Мы об этом тоже писали. И ни одного случая заболевания не было ни на судне. Так что, в общем, впереди у нас тоже будет несколько престаров и в Турцию, и в Грузию. Я, конечно, удовольствием буду работать с украинскими журналистами. И, конечно, в общем, пассажиры эти тоже могут быть заинтересованы, потому что эти страны представляют большой интерес. Ну и нам, одесситам, нужно во всяком случае... Да, мы посыпаем голову пеплом, было пароходство, но у нас же есть «Окроферия», у нас есть судаходная компания, которая сегодня лидер, которая сохранила флот, и которая, в общем-то, является флагманом сегодня в море, так сказать, представляющей Украину и наш город Одесса. Да, и я должен, в общем, подчеркнуть, что компания «Окроферия», в общем-то, уделяет большое значение установлению контактов с общественностью, объяснению своей позиции, как-то популяризации и компании, своих работников и так далее. И это, в общем-то, большая заслуга, прежде всего, президента Курнета, компании, господина Курнета. И компания «Прозрачная», она работает в открытую, она не работает в темной, поэтому действительно... И меня, вот сейчас я задал этот вопрос, уже как журналисту, моей коллеге, о том, что, ну, если раньше ты мог охватывать все поле деятельности вообще... То есть творческие рамки не сужаются? Да, не сужаются ли твои рамки? Я вот могу сказать, что, может, в какой-то степени они больше расширились. С одной стороны, это, прежде всего, я подчеркиваю специалисты компании, то есть у нас, вот, предположим, не предположим, а тот же господин Курнет окончил музыкальную школу по классу скрипки. Директор по маркетингу и развитию Роман Маргерштерн, он сам пишет стихи, песни сам исполняет, прекрасно играет на фортепиано. Владимир Черниевский мог бы дать фору любому редактору одесскому, насколько он владеет словом, пишет тоже, там скетчи разные. Бухгалтер Ирина Работнёва недавно выпустила книгу своих сказок. Игорь Литинский стал известным художником. Я так много могу назвать фамилии. Вот, и в этом плане интересно работать, потому что, с одной стороны, мои проекты приветствуются, в общем-то, они получают дальнейшее развитие в ходе обсуждения каких-то вот этих мероприятий. Главное, что они воспринимаются с пониманием таких целей, задач, которые... В конечном счете, они направлены, в общем-то, на популяризацию Украины, на развитие фактора, социального фактора, который приносит, экономического фактора, в том числе, который приносит Украину в жизнь Одессы, Украины и вообще всего Черноморского региона. Вот. И иногда возникают, иногда для того, чтобы разнообразить. Вот эта жизнь приходила... В общем, я придумывал некоторые факты, факты. Вот, предположим, ну, лет 12-15 назад, может, помните, было очень сильное оледенение, когда там две трети Одесской области покрылись слоем льда, и никакого транспорта не было. И проблемы были у наших детских домов. Вот. И я позвонил в Ажарю, своим новым друзьям, и я говорю, может быть, у вас там урожай, мандарин очень большой, может, вы какую-то посылочку организуете для детских домов Одессины. Вот. И они, в общем, очень быстро откликнулись на это и прислали посылку весом 10 тонн. Вот. И Украферия, в общем-то, сыграла самую главную роль в этом. Вот. И благодаря обл. администрации это все было распределено. Вот. И тогда губернатором был Сергей Рафаилович Гриневецкий. Вот. И он очень заинтересовался этим проектом и написал благодарственное письмо в адрес властей Ажарии. И после этого как раз начали развиваться уже официальные отношения между Одесской областью, которые в 2005 году привели к заключению договора о дружбе, сотрудничестве между Ажарией и Одесской областью, которую, в общем, подписывал с одной стороны Ющенко, с другой стороны Саакашвили. Вот. Ну и вот сейчас мы, в общем-то, уже несколько лет активно работаем. Каждый раз, когда мы приезжаем в Батуми, вы сами были свидетельны, встречаемся и с мэром, и с председателем правительства Ажарии. Вот. И уже давно висит вопрос развития побратимских отношений. чтобы был составлен какой-то план совместной деятельности. Я думаю, что, наконец, может быть, после выборов октября этого года наконец-то этот вопрос решится. Потому что все заинтересованы, но какие-то маленькие проволочки мешают. Хотя... Но связи человеческие, на уровне просто человеческих отношений, связи с Ажарией очень, так сказать, довольно тесно. Действительно, ну, из просто моей жизни, так сказать, личной. Моя любимая теща, к сожалению, ушедшая, она лет 50, как уехала, она, ну, во время войны, значит, они там были в эвакуации, в общем, там у них родственники есть, причем по крови она, у нее там часть украинских кровей, часть грузинских. Вот, и спустя полвека, после того, как она оттуда уехала, вот, когда мы были тогда в Батуми, вот, и тогда же, по-моему, мэр мне дал машину, когда я ему рассказал эту историю, что она вот в том-то дворе жила, в этом-то доме, он говорит, на машину, пока мы тут будем накрывать столы, значит, ты быстренько смотайся там, там, я приехал в этот двор, зашел туда, стариков-старушек спросил, а они помнят мою тещу? Прошло полвека, и они, то есть, вот эти вот связи человеческие, вот это тоже очень важно. Вот, хотя... Я прошу прощения, у нас пять минут до окончания эфира, мы договорились еще поговорить о том, какие планы впереди, потому что карантин не вечен, вот, а, так сказать, судоходство вечное, поэтому, наверное, какие-то есть планы. Ну, с одной стороны, как пресс-секретарь Ассоциации судовладельств Украины, вот, и где, в общем-то, деятельность, связанная с работой у Карфели занимает самое ведущее место. Я могу сказать, что уже в середине июля вместе с руководством компании мы планируем пресс-туры в Турцию. Вот, я уже связывался на эту тему и с Министерством туризма Турции, и с посольством Турции в Украине, которые заинтересованы в том, чтобы привлечь украинских туристов. Вот, и тут еще надо подчеркнуть, что турки очень большие средства вкладывают в развитие вот таких подобных связей, организации пресс-туров, потому что я вместе с Министерством иностранных дел уже лет 20 хотел бы пригласить турецких журналистов сюда, но нету средств на это дело. Если турки вкладывают вот в работу со средствами массовой информации вообще популяризацию своих курортов и своей страны до 150 миллионов евро, то у нас это исчисляется несколькими сотнями тысяч долларов, может быть, там. Вот, я говорю просто вот по отношению к созданию имиджа своей страны. Но это, кстати, что касается Турции. А тоже будут пресс-туры в Грузию. И кроме этого, мы постоянно проводим пленеры вместе с художниками. Вот Министерство, Департамент туризма при правительстве Аджарии планирует также пригласить наших литераторов. В прошлом году в октябре я проводил подобный шелковый путь литературы. Вот это связано с конкурсом имени Бабеля. И в этом году мы тоже думаем. И он, как мы планировали, вместе с посольством Украины в Тбилиси, чтобы не только показать литераторам и журналистам Аджарию и Батуми, но и проехать немножко дальше до села Сураль, где последние годы жизни провела Алессия украинка, которая там же провела свои последние дни. И я уже связывался с этим селом и с руководством фонда имени Лессия украинка. Оказывается, в этом Суралье есть и улица имени Лессия украинки, и школа имени Лессия украинки. То есть там очень... Ну и Батумио, украинский центр культурный достаточно... Да, да. Память нашей выдающейся землячки. Вот. И вот такие вот мероприятия будут способствовать, в общем-то, и развитию сотрудничества и дружбы между нашими народами. Вот. Ну и популяризации тоже этого направления. Тут, наверное, необходимо, чтобы какие-то... Я не знаю, какие-то препоны, какие-то шоры, так сказать, у нас палец в глаз. Потому что в забегах, так сказать, ежедневных, да, в погонях, я имею в виду высшие эшелоны власти, да, но тем более сейчас, так сказать, падение экономики, сейчас вот вирусы и так далее, и так далее. Но я лично был участником того, что, короче, один из городов спутников Одессы решил построить филиал завода по производству холодильного оборудования. Причем совершенно различного для супермаркетов, для кафешек и так далее. У них там один заводик, не очень большой, там человек 50-70, наверное, работает. Они для всего Стамбула делают это холодильное оборудование. Так вот, турки оплатили мне и оператору приезд в Стамбул, проживание, питание, и мы объездили и всю европейскую, и азиатскую часть Стамбула, снимали везде все, какое вот это есть оборудование, привезли этот материал в Одессу, и мэру этого города мы представили этот материал, вот, чтобы он изучал дальнейшее продвижение. Ну, не знаю, там что-то у них не срослось, но, во всяком случае, турки не просто предлагали там какие-то буклеты, преслеризы. Приняйте, посмотрите, снимите и, так сказать, вникайте. То есть, это совершенно современный подход. Причем это было лет, не знаю, лет 20, тому назад. Ну, вот, кроме этих престоров по Черноморскому региону, так, уже в планах организация престора в Малайзию. Несколько лет назад я уже проводил подобный престор, и там в ходе общения с нашим посольством возникла тема побратимских отношений между Одесской областью и штатом Малака. Вот, и они очень в этом заинтересованы с учетом и сотрудничества. Вот, так же я в прошлом году встречался с ВИЦ-Губернатором Индонезийского острова Бали и тоже рассказывал про Одессу. То есть, география поездок расширяется. Да, да. Александр Яковлевич, я прошу прощения, просто наше время уже истекло, к сожалению. Вот, но я думаю, что вот, когда уже будет сворачиваться карантин и уже точнее будут известны даты вот этих престоров и какие контакты уже, так сказать, будут изложены на бумаге, вы уже точно будете знать сроки, так сказать, адреса, географию и так далее, мы обязательно вас пригласим в студию и уже более детально и конкретно поговорим. Спасибо. Вам успехов, вас и всех коллег наших журналистов поздравляем с вашим профессиональным праздником, не болейте, пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин